Продолжение следует... 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 Ой, как красиво. Оставьте, пусть я играет. Выехали из метеоров. Если вы будете посещать и музей, и раскопки, то это билет 9 евро. Ну и, конечно, советую и туда, и туда пойти, потому что информация-то, она будет наполнять друг друга. И в Европе Греция на первом месте по добыче бокситов. Также, ну, в небольших количествах, но и рамора, который не только здесь. То есть, ладошкой притронетесь, и все равно будет идти прохлада от этого камня. Ну и, конечно, это украшение для дома. Дом смотрится довольно-таки богато. Каждый человек оплачивает это, входит в оплату на свет. Огромный наплыв больше летом, но поток туристов постоянно прибывает сюда, люди в эту страну. Ну и многие предпочитают как раз отдыхать вне сезон. Это значительно дешевле получается, ведут, ну так, и дети. Вот дети, старики, так они похожи. И дети так же, вроде бы, как бы не слышат друг друга. И пожилые. Все мы дети, только разного возраста. Да, да, да. Все мы возвращаемся к тому, с чего начинали, скажем так. Нужно в стране туризма. Но найти работу на целый год, друзья, в Греции очень тяжело. То есть работа больше сезонная. Это можно найти, да. Почему стремятся в Афины, в Салоники. Все-таки там, скажем, в этих больших городах жизнь бьет постоянно. Круглый год. И, конечно же, там можно сюда повлиять, регулировать, помогать. Но это не всегда удается. Многодетная семья в Греции – это три ребенка и больше. То есть можно сказать, что в среднем это полтора ребенка на семью. Ну, кредиты без больших процентов, иногда без процентов, могут побеспокоиться и помочь в этом. Ну, и машины, так как в Греции машиностроений нет. Это все привозное. И вот покупка машины тоже без этих налоговых пошлин таможенных. В садике. И сейчас я вам не скажу, сколько платят там за месяц. Я даже и не интересовалась. Ну, конечно, деньги туда тоже уходят. Ничего уже не остается в государстве. То есть дороги, если мы говорили раньше, все в Греции. Теперь этого не скажешь. То есть что-то уже в частных руках. Медицинские учреждения. Что-то и в государственных, но больше уже в частных руках. Школы тоже самые, мы говорили. Университеты пока что еще стоят. Государственные, таможня, полиция, конечно, это все еще при государстве. Пожарные, конечно, они всегда. У нас в Греции постоянно постуют. Как в импел передачи. Уже банкиры постуют служить. Уже им мало. Они, по-моему, должны насладиться, что они считают это все. То есть подержал в руках, это все мое, представь и удовлетворить. Нет, им тоже зарплаты маленькие. Точно так же. Но очень много.